Девушки отдыхают Там же находится их церковь «Жизнь веры», слава Богу. Прекрасная церковь, которую Кит и Филлис основали по водительству Господа. Мы с Глорией присутствовали на самом первом служении их церкви. И скажу вам, она уже является процветающим, действующим, хорошим местом поклонения Богу. В Брэнсоне, штат Миссури, есть действительно хорошие церкви. И замечательно то, что многие из тех, кто помогал им в Талсе, переехали вместе с Китом и Филлис в Брэнсон, делая для них все. Скажу вам, это радует сердце Бога. Аминь. Знаете, с учетом того, на пороге чего мы сейчас стоим и грядущего излияния славы Божией, даже если бы каждое здание в том городе было церковью, этого все равно было бы недостаточно для того, чтобы вместить всех людей. Потому что слава Божья уже проявляется, она нарастает. И как мы вчера говорили, мы ходим в славе прямо посреди наполненного страхом мира. Наполненного страхом больше, чем когда-либо раньше. Пророчествуя об этом, Иисус сказал, что когда это придет, люди будут издыхать от страха, видя грядущие на землю бедствия. И несколько лет назад, Господь сказал мне, когда ты ходишь в славе, ты можешь простираться и вырывать из смерти других людей буквально за считанные минуты до смерти. Если они уделят тебе хоть каплю внимания, ты сможешь вырвать их оттуда и перевести в славу. Аллилуйя. Слава Богу. Я вижу это, Кейт. Я вижу, что именно к этому мы сейчас и подошли. Слава Господу. Отец, мы благодарим тебя за сегодняшнюю передачу. Спасибо тебе за то, что ты прислал к нам брата Кейта. И мы принимаем его так же, как приняли бы тебя. И мы благодарим тебя за это. И мы воздаем тебе хвалу. Во имя Иисуса. Аминь. Вчера мы начали говорить о бесстрашии. И брат Кейт отметил тот факт, что бесстрашие, когда мы бесстрашны и фактически живем свободны от всякого страха жизнью, прямо посреди всего этого ужаса, это является знамением для этого поколения, слава Богу. Это знамение для всей земли. Да. Совершенно верно. И знаете, это не что-то, что ждет вас в скором будущем, прямо сейчас. Да. Прямо сейчас Бог ожидает, что Его слава будет явлена через нас, миру. И ключ в следующем. Я только недавно увидел это таким образом. Одна из причин, почему ужас приносит мучения, и, может быть, мы сегодня немного поговорим об этом, заключается в том, что люди чувствуют себя беспомощными. Да. Они думают, «Я не контролирую ситуацию, я беспомощен в этой ситуации». Но, как мы говорили на нашем предыдущем уроке, вы должны осознать, что никто не может вселить в вас страх. Когда вы в это верите, контроль над ситуацией остается в ваших руках. Что бы ни происходило, вы не должны чувствовать себя совершенно беспомощными, потому что вы по-прежнему контролируете это. Войдет в вас этот страх и ужас или нет. Вы чувствуете, что вы контролируете это, и что Бог держит все в вашей жизни в своих руках, потому что вы дали Ему законное право действовать. И вы свободны от этого чувства беспомощности, от этого ужаса и чувства незначительности, которое говорит, «Я ничего не могу сделать». Ходя с Богом и чувствуя, что внутри вас тот, кто больше, вы никогда не будете чувствовать себя беспомощными. Слава Богу. Или одинокными? Именно это я и собирался сказать. Иисус в самый, возможно, мрачный момент своей земной жизни сказал своим ученикам, «Вы все оставите Меня. То есть у Меня не будет ни одного сторонника». Он сказал, «Но Я не один». Слава Богу. Потому что со Мной Отец. Да, аминь. И даже глядя в лицо смерти, когда Пилат, насмехаясь над Ним, говорил, «Почему ты не отвечаешь Мне? Разве ты не знаешь, что у Меня есть власть распять тебя или оставить в живых?» Он был связан. Его били. Над Ним издевались. Большинство людей чувствовало бы себя такими беспомощными, такими напуганными. Он же стоял и смело говорил, «Ты бы вообще не имел никакой власти, если бы она не была дана тебе свыше». Потому что раньше Он сказал, «Никто не может забрать у Меня Мою жизнь». Никто. «Я ее беру, и Я ее отдаю». Никто не может ее у Меня отнести. Именно. «Мне нравится это. Слава Богу». Брат Кеннет, большинство людей не увидело, что это для нас. Это для нас. Это для нас. Именно поэтому Он это и сделал. Да, став для нас примером. Чтобы мы могли быть такими же. По-моему, именно брат Пархом в начале прошлого столетия проповедовал о крещении Духом Святым. Фактически, Бог пролил им свет на крещение Духом Святым еще до пробуждения на Азуза-стрит. И некоторые выходцы оттуда оказали влияние на жизнь брата Сеймура и других. Его избивали за то, что он проповедовал 4 стих 2 главы книги Деяния. Люди поджидали его после служения в темном переулке. Хватали и просто избивали. И они угрожали ему. Нам трудно сейчас это представить. Но каждый раз, когда вы находитесь на острие откровения, как было тогда в случае с Пархомом, вы будете подвергаться каким-то гонениям. И его жену беспокоило то, что ему угрожали смертью. Но он смело заявлял, «Пока я не закончу свое дело, никто не сможет меня убить». Это не в их силах. Точно. И у него было это чувство, «Никто не может забрать у меня мою жизнь». Почему? Потому что я в Божьей руке. Я служу Ему. Я делаю Его дело. Да. Если бы кто-то мог вырвать меня из Его руки и погубить меня, то это бы означало, что он больше Бога. Но нет никого, кто был бы больше Бога, и такого не произойдет. Одно из моих самых любимых строк в песне, данной мне Господом много лет назад, в основу которой положена 10 глава Евангелия от Иоанна, являются слова, «Ничто не может вырвать нас из руки моего Отца и мой Отец больше всего». И мне иногда нравится представлять себя прямо в центре ладони Отца. Да. Конечно, если вы проявляете непослушание, убегаете и поступаете по-своему, то это уже другой вопрос. Вы выходите из-под защиты. Но если вы изо всех сил стараетесь ходить в том свете, который у вас есть, тогда даже если кто-то приставит вам к голове пистолет 45-го калибра, когда у вас действительно есть это откровение, поймите меня правильно, у вас на лице могут выступить капли пота, вы можете что-то чувствовать в своем теле, но изнутри себя вы можете посмотреть на них и сказать, «Никто не может забрать у меня мою жизнь». Знаешь, как-то раз один человек направил двустволку прямо в лицо моему хорошему другу из Хьюстина и сказал, «Я убью тебя». И мой друг сказал мне, «Я видел это в его глазах». И он говорил это на полном серьезе. Я сидел там, глядя на него. И мой друг сказал, «Слава Богу, я встречусь с Иисусом лицом к лицу, я буду ходить по улицам славы, я иду на небеса, аллилуйя!» Я готов идти. «Спускай курок, я пошел». И он чувствовал, что чем больше он это говорил, тем выше он поднимался и тем больше восхищался Господом. И тот человек просто не мог ничего сделать. Это просто накрыло его с головой, он бросил свое оружие и сказал, «Благодарение Богу – это реально». Да, да, да. Именно это с самого начала и было его целью. Он хотел знать, реально это или нет. И он был из тех людей, которые, будь это нереально, просто убили бы вас и все, чтобы вы не стояли у них на пути. Но он сказал, «Благодарение Богу – это реально. Знаешь, какие-то люди всегда думали, «Я никогда не смогу этого сделать». Нет, вы сможете. Можете. Да, вы сможете. Да, вы сможете. Как сказал Иисус, когда вас поставят перед судьями, когда вас поставят перед людьми, даже не заботьтесь и не думайте о том, что вам в тот момент говорить, потому что Дух Святой даст вам нужные слова. Поэтому не думайте, сидя на диване в своем уютном доме, как бы вы поступили в подобной ситуации, потому что сейчас, на данный момент, на вас нет благодати и помазания разбираться с этим. Но если вы ухватитесь за то, во что вы верите, вы можете сказать, «Никто не может вселить в меня страх, никто не может этого сделать». Если вы заняли в своем сердце такую позицию, то, как и сделала твоя дочь Келли, когда к вам приходит чувство страха, вы именно так ему и отвечаете, и тогда на вас есть помазание. Внутри вас поднимется помазание. Да, да. Я чувствовал это раньше. Однажды я разбирался с определенными вещами, и дьявол просто проявил себя. И, конечно же, чисто по-человечески, я испытывал некоторый страх. Но, знаете, я отказался поддаться ему. Я начал говорить, «Внутри меня тот, кто больше». И, брат Кеннет, у меня было такое чувство, как будто я начал расти. Мне казалось, будто бы я смотрю на проблему, будучи внутри под 4 метра ростом. Это не я. Бог просто позволил мне мельком взглянуть на это его глазами. И когда вы видите и чувствуете это через него, то вас это не беспокоит. Вы не можете ежедневно практиковать страх, думая так, как вам хочется. Думая так, как думает этот мир, ворча так, как ворчит этот мир. продолжая постоянно говорить обо всех проблемах, используя слова страха для того, чтобы высказать свое мнение. Боюсь, что да, или боюсь, что нет. И затем ожидать, что в любой нужный момент внутри вас поднимется такого рода смелость. даже несмотря на то, что в вас есть сила Божья, даже несмотря на то, что она в вас, если вы практикуете что-то другое, то в нужный момент, даже если она и проявится, это будет довольно слабо. Вы приучились подчиняться страху. Да. И вы будете делать это практически незадумываться. Я как раз об этом и говорю. Да, да. Да. Но вам нужно день и ночь размышлять о Боге и о Его Слове, которое говорит, что Бог даст мир тому, кто сосредоточил свой разум и свои мысли на Боге. И этот мир просто окутает его в том месте. И как ты сказал, даже если вы напуганы, и эта проблема брошена вам прямо в лицо внутри вас, царит мир. Знаете, Писание говорит, что такое бесстрашие является явным признаком погибели нечестивых и врага. Когда тот парень направил ружье в лицо твоему другу, и твой друг не ответил в ужасе, умоляя оставить его в живых, это чего-то его лишило. Во всяком случае, что касалось его желания убить твоего друга, враг является тем, кто уничтожает. Убивать это по его части. Но ему важно не просто выжать жизнь из человеческого тела. Знаете, это происходит очень быстро. И он видел это уже миллионы раз. Он видел это на войне. Он видел это. Ему важно другое. Михей говорит, что Бог любит миловать. Если хотите, то можно сказать, что это по его части. Да. Если человек будет верить ему и позволит ему явить в его жизни милость и благодать, Бог очистит его и избавит от осуждения. Он этим и живет. Его это благословляет, питает и служит ему. Ну, дьявол уже служит ужас. Он любит ужас. И особенно, он любит контролировать. Он помешан на контроле. Он хочет контролировать все деньги. Он хочет контролировать правительство. Он хочет контролировать политику, церковь. Таков страх. Именно. Потому что он боится. Он все теряет. Он понимает, что он проигравший. Да. Он постоянно проигрывает. И для того, чтобы не проигрывать, ему нужно все контролировать. Да, совершенно верно. Поэтому он является воплощением страха. Но дело в том, что когда он что-то против вас предпринимает, он может делать определенные вещи в этом мире. Великий апостол Павел сказал, он препятствовал нам и раз, и два. Он может делать здесь определенные вещи. Но не это в действительности дает ему возможность осуществить свои планы. Но когда все эти вещи попадают в вас, и ваше сердце сжимается от ужаса, тогда у него действительно появляется чувство того, что его цель достигнута. Именно поэтому, чтобы он вас не бросал, просто посмотрите вверх и говорите, «Слава Богу, да». «Меня это не поколеблет. Я не позволю этому в меня войти». Это лишает его всякого удовольствия, которое он мог бы от этого получить. И он расстраивается из-за того, что в духовном плане все его старания не имеют никакого эффекта. Как бы это ни повлияло на вас в физическом плане, его больше волнует духовный аспект. И мы не должны позволять этому входить в нас. Мы смеемся, когда нам хочется плакать. Мы восклицаем, когда нам хочется спрятаться. Как Давид. Вместо того, чтобы бежать от Голиафа, он побежал ему навстречу. В его паруса просто перестает дуть всякий ветер. Для меня это действительно стало настолько ясным. «Ты являешься рожденным свыше чадом Божьим». Он будет видеть в этом нечто большее. Потому что он не может заглянуть внутрь тебя. До тех пор, пока ты не отреагируешь в страхе, у него нет с тобой никакой связи. И когда ты не реагируешь так, как он того хочет, когда ты не делаешь того, что, казалось бы, должен был сделать, он может подумать, что ты гораздо сильнее, чем ты есть на самом деле. Да. Конечно же, ты силен в Господе и в силе Его могущества. Но он начинает думать, «Если я буду слишком долго крутиться вокруг этого человека, он начнет на меня набрасываться. Он начнет все крушить. Мне лучше с моими людьми убраться отсюда, подальше от этого человека. Его жены, его семьи и даже его маленьких детей. Мне лучше отсюда убраться». Слово Божие говорит, что он убежит от вас. Помню, в 10 лет папа отдал меня в школу боевых искусств, потому что в школе меня постоянно били. Он сказал, «Сынок, мы должны с тобой что-то сделать». И он отдал меня туда. И с 10 до 18 лет половину своего времени именно этим я и занимался. Когда я начал принимать участие в действительно настоящих полноконтактных спаррингах, «Однажды мне ударили по ребрам и сломали ребро». Знаете, ваша естественная реакция — это... Вы продолжаете драться, но вы хотите защитить больное место. Мой инструктор отвел меня в сторону и сказал, «Ты приглашаешь его ударить в это место». «Ты просто просишь его наказать это место». Это может звучать жестоко, но именно в этом и заключается суть боя. Если у боксера рассечена бровь, то что сделает его противник, как только раздастся гонг? Полностью закроет этот глаз. Поработает над этим глазом. Да, любым возможным способом. Держась за бок, боец тем самым вызывает на него удар противника. И то, что сказал мой тренер, помогает мне в моем духовном хождении. Он сказал, «Как бы он тебя не доставал, не доставляй ему удовольствия об этом знать. Будь сильным. Не позволяй ему это видеть». Мне потребовалось время, но в конце концов, я в достаточной мере обрел контроль над своим телом, и даже когда кто-то наносил мне удар, я научился этого не делать. Не делайте этого, даже несмотря на то, что вам хочется так сделать. Намеренно выставляйте все как раз в обратном свете. И я видел, что это работает. Однажды у меня был бой, в котором мой противник превосходил меня в два раза. И он вышел, и нанес мне такой сильный удар в лицо, что я не мог ничего видеть. У меня были глаза полные слез. Я повернулся и сплюнул осколки зубов. Настолько сильным был удар. Мне хотелось сказать, «Хорошо, хорошо, время. Довольно хорошо, а теперь я иду домой». Но знаете, что я сделал? Я просто повернулся и посмотрел на него, как бы говоря, «И это все? Это все, на что ты способен?» Да. И я видел его взгляд. Он знал, что ударил тебя? Да, он знал. Он знал, что был контакт. Но я видел, как он побледнел. Он начал меня бояться, потому что подумал, «Это мой самый лучший удар». Это самое лучшее, на что я способен. А его, похоже, это даже не расстроило. Мне было так больно, что я даже не мог хорошо видеть. Но я обернулся и как бы с усмешкой посмотрел на него. «Ну, давай». И это помогает мне и по сей день. Даже когда вы испытываете страх, испытываете ужас, когда кажется, будто враг действительно нанес вам удар, и вы лежите на полу, поднимитесь, вытрите с носа кровь и скажите, «Это все, на что ты способен?» «Это все?» «Потому что внутри меня тот, кто больше». И мы будем продолжать драться до тех пор, пока я не выиграю. Аминь. В ту ночь, когда Иуда предал Иисуса, они пришли за Ним вместе с Иудой. И они все были вооружены. У всех было оружие. Они собрались прийти и арестовать Его. И Иисус сказал, «Вы пришли за Мной? Я все время был здесь, среди вас. Но сегодня вы решили, что вам нужны ножи и палки? Это вы Меня здесь ищите?» И прямо во время этого разговора сила Божья сбила всех тех людей с ног, так что они упали на землю. Плашмя. Просто, чтобы они знали. Да. Просто, чтобы они знали. И они поднялись и арестовали Его. Да. Он просто хотел, чтобы они знали, «Ребята, вы не можете сделать этого без разрешения. Я не ваша жертва». Он никогда не был жертвой или потерпевшим. Аллилуйя. Мне это нравится. Даже если вы подвергаетесь за Христа и за Евангелие гонению, Павла били палками. Некоторых учеников побивали камнями и распинались за это. Если внутри вас есть осознание того, что вы не контролируете мою жизнь, дьявол ее не контролирует, я ее контролирую, Бог ее контролирует, и вы никогда не позволяете этому ужасу войти в вас, то это лишает смерть ее жала. Да. И это удаляет ужас и страх перед неизвестностью. И даже в бушующей ураганной ситуации вы можете иметь этот мир, который превыше всякого понимания, хранящий ваше сердце и разум. Вы можете смотреть на это глазами орла и слава Богу. Знаете, это жизнь коротка. И какой бы плохой она ни была, здесь она хуже для нас уже не станет. Уже все, верно? Уже хуже быть не может. А мы и сейчас живем достаточно победоносно. Да, аминь. После этого следует слава и небеса. Да, аминь. Так что мы можем выдержать. Сильнейший удар дьявола. Это самое худшее, что может здесь произойти. И даже этот удар недостаточно силен. Слава. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, Господь. О, брат. Аллилуйя. Отец, мы просто воздаем тебе сейчас хвалу. Где бы вы сейчас ни были, что бы вы ни делали, примите Иисуса как своего ближайшего друга. Начните осознавать, что Он вложил в вас. Да. Что доступно вам. Вас окружает сейчас Дух Живого Бога. Да. Библия говорит, что праведность сошла на всех людей. Спасибо, Господь. Она здесь. Вера здесь. Она готова. Она сейчас прямо вокруг вас. В какой бы среде вы ни находились, просто примите ее. Скажите, Иисус, я принимаю тебя сейчас. Да. Пожалуйста, вводи мое сердце. Да. Возьми мою жизнь и все мои дела в свои руки. Да. Начиная с этого момента, я буду следовать за тобой. Я буду следовать за тобой прямо на небеса, слава Богу. Было бы ужасно пройти через все это. Здесь, на земле, и вслед за этим пойти в ад. Я имею в виду, пройти через все это и потом пойти в ад. Да. Фактически, это неразумно, потому что Иисус здесь. И вы можете в одно мгновение освободиться от власти и контроля сатаны. И мы вам поможем. Мы поможем вам научиться ходить верой. Мы поможем вам научиться молиться. Мы со всем этим вам поможем. Мы будем здесь для вас, равно как и другие служения. В каждом городе, в каждой деревне на земле у Бога есть люди, знающие, как ходить верой. Так что, давайте, присоединяйтесь к нам. Аминь. Мы вернемся через минуту. Если вы помолились сегодня вместе со мной этой молитвой и приняли Иисуса как Господа в своей жизни, или, может быть, вы вернулись к Господу Иисусу после того, как по той или иной причине ушли из дома Отца, то напишите мне по адресу, который вы видите сейчас на экране. Я хочу совершенно бесплатно выслать вам эти небольшие книги, чтобы помочь вам начать изучать Библию. Так, чтобы вы могли учиться, назидать себя и становиться сильными. Знаете, сверхъестественные вещи не требуют много времени, если вы знаете, как их применять и что с ними делать. Поэтому напишите нам. Если вы приняли сейчас Иисуса как своего Господа и Спасителя, то мы также хотели бы получить ваше свидетельство, слава Богу. Сегодня была замечательная передача, Кейс, спасибо тебе. Какое это благословение. Мы хотим снова встретиться с вами завтра. Не пропустите нашу передачу. Включите свой видеомагнитофон, чтобы записывать эти передачи. Слава Богу. И присоединяйтесь к нам завтра. А пока мы, Кеннет Копланд и Кейт Мур, напоминаем вам, что Иисус Господь.